Сегодня в выпуске. На воду и в путь. Речной ход на север вновь станет стратегически важным. Интернет в помощь. Еженедельно на этот интернет-ресурс поступают десятки обращений. Как с помощью всемирной паутины жители Тюмени свой город преображают. Списки поданы. Увидев, что я поступил, ну, конечно, радости не было предела. Как тюменские вузы студентов принимали. О заметных историях, интересных людях и профессиях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Начнем с главного. Дальнейшее сотрудничество в сфере развития медицины и высоких технологий обсудили в Югре. Владимир Якушев вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальи и Комаровой побывали в окружной больнице в Нягоне. Хорошая тенденция, количество операций растет. И они проводятся, ну, практически, скажем так, без потерь. Поэтому это, естественно, влияет и на продолжительные жизни. Потому что сегодня на продолжительные жизни, в первую очередь, влияет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому это направление сегодня одно из важных. И оно важно не только в Югре, не только в Нягоне. Это важно в целом Российской Федерации. А уже на Нягоньской электростанции временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области обсудил с инвесторами перспективы дальнейшего сотрудничества. А в Югорске Владимир Якушев побывал на строительной площадке нового детского сада на 300 мест. После чего встретился с жителями Советского и Кандинского районов. Речь шла о развитии социальной сферы и частно-государственном партнерстве. Тюмень всегда участвовала в социальном и экономическом развитии северных округов. Более того, многие города Югры и Ямала появились благодаря специалистам областной столицы. Например, речникам. В конце 20-го столетия объемы грузоперевозок по воде с юга на север и обратно немного уменьшились. Но уже сегодня этот речной ход может вновь стать стратегически важным. Анастасия Макеева продолжит. Их называют пионерами в освоении Тюменского севера. Пока в сторону Заполярья только строились автомобильные и железные дороги, речники уже с помощью мощного флота перевозили колоссальные объемы грузов. Они помогали обустраивать месторождения и возводить целые города. Такие, как, например, Сургут. Свой порт у него появился во второй половине 60-х. Очень много шло сюда сыпучих грузов в плане щебенки. Там вот потом этот шлак для сыпки дорог. И вот эта вот щебень из Томской области оттуда. И вот тогда шли у нас такие экспериментальные даже рейсы. У нас даже герои советского социалистического труда появились. По проводке больше грузных составов. В таком составе могло быть закреплено до восьми барж. Провести их по извилистым сибирским рекам считалось верхом мастерства. В те времена глубина поддерживалась в метр сорок. Круглые всю навигацию на реке работали на углубительные снаряды, которые проводили углубительные работы, выправительные работы. На реке стояли буи, бакина, береговая обстановка была полностью. Работать было сложно, но интересно, вспоминают в Тюменском порту. В былые времена здесь трудились по три смены. За день на барже до самых отдаленных районов севера Салихарда, Мужейла, Бытнанги приходилось перегружать до 60 вагонов грузов. Сегодня, когда на север проложены железные и автомобильные дороги, Тюменский речной порт работает только на четверть своих возможностей. Но в перспективе все вновь может измениться. В этом году 90% груза мы отправили для пункта Сабетта. Это в Обской губе, где строится крупнейший морской порт по перевалке или по отгрузке жиженого газа. Туда идут у нас вагон-домики, цемент, металлопрокат. То есть вся намековатура грузов строительных. Сейчас, когда уровень воды в Турине, зак навигацию осуществляют суда грузоподъемностью не более 600 тонн. Весной к ним на помощь придут баржи раз в пять вместительнее. Вместе они смогут перевезти за сезон на север около 80 тысяч тонн стратегически важных товаров. Анастасия Макеева, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Продолжим о путях наземных. В Увадском районе продолжается реконструкция федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Чтобы трасса не переставала действовать, на ремонтном участке организовано реверсивное движение. Неудобств масса, но на них водители стараются не обращать внимания. Главное, что процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. После переговоров с Росавтодором были выделены федеральные средства на ремонт дороги. По итогам этого сезона мы на этом участке дороги как раз получим такое серьезное облегчение. Задача поставлена таким образом, чтобы за 14-15 год мы провели все необходимые работы и уже в 15-м году закончили и получили отреставрированную дорогу. Предполагается, что около 75 километров трассы будут приведены в нормативное состояние. Планируется и расширить дорогу до четырех полос. Общий комплекс работ позволит снизить аварийность на участке Тобольск-Салым в несколько раз. О помощи тем, кто проделал долгий путь из-за границы, узнаем из обзора событий. Мои коллеги коротко о важном. Ассоциация Европейского Бизнеса против санкций. Мы об этом заявляем открыто, прямо. И говорим об этом и с Евросоюзом, и на высших уровнях России. Бизнес должен быть вне политики. Визит потенциальных инвесторов в Тюмень намечен на сентябрь. Помощь в трудоустройстве беженцы из Украины теперь могут получить непосредственно в пунктах временного размещения. Для этого в гостинице «Искрай» санатории Тараскуль организована ежедневная работа специалистов Центра занятости. Все возможные, скажем так, проблемы, которые могут возникнуть у граждан Украины, мы попытались их решить. У них есть возможность трудоустроиться без статуса в настоящее время. Пока они получают статус, они могут на основании временного разрешения на работу найти себе доход. Работодателями, в свою очередь, уже предложено свыше 3,5 тысяч вакансий. Ключи от квартир после трех лет обмана. В эксплуатацию сдана вторая очередь дома на улице строителей. По вине подрядчика сроки переносились пять раз. Более 150 дольщиков уже перестали ждать новоселье. Но все изменилось, когда к решению проблемы подключились региональные власти. Из статуса проблемных они смогли вывести в областном центре три строительных объекта. Что касается двух проблемных объектов на улице Камышинская, Герцена и Ленина, мы сегодня у социальных дольщиков, у тех, кто имеет по одной квартире, выкупаем жилье. Это делает АИЖК. В сентябре в Тюмени планируется сдача очередного долгостроя на улице Шиллера. Не вовремя вывозится мусор во дворе лужи, а детская площадка давно пришла в негодность. В ваших силах сделать город лучше. Достаточно оставить сообщение о проблеме на портале Тюмень наш дом. А мы в тележурнале точнее покажем, что изменилось. В телефоне Егора Ларченко десятки фотографий Тюмени. Часто мест, которые обычно люди не снимают. Молодой человек фиксирует недостатки города. Не все равно то, что в городе происходит. Каждый день гуляем, дети гуляют, мы гуляем. Когда видишь, что там уже там яма, там все разломано. Приходишь на детскую площадку, детская площадка, ее как бы одно название, машины стоят везде. Понимаешь, что так же не должно быть. Чтобы изменить ситуацию, Егор публикует свои фото с пометками на портале Тюмень наш дом. После каждой прогулки 2-3 сообщения. Еженедельно на этот интернет-ресурс поступают десятки обращений. Каждый из них специалисты администрации проверяют и принимают решения. Как правило, это занимает немного времени. Так, сообщение о ямах во дворе на улице Энергетиков поступило 8 августа. А уже 12-го подрядчики начали ремонт. Участок рядом с этим домом принадлежит собственникам. И обслуживает его управляющая организация. Как только сообщение дошло до адресата, решили ремонтировать. Объем работ пока неизвестен. Но подрядчик уже начал убирать старый асфальт. Затем все посчитает и положит новое покрытие. Самое главное, если мы отремонтируем проезжую часть, то нам зимой будет намного лучше чистить снег, убирать территорию. Парковочные места будут хорошие. То есть мы стремимся работать все вместе. За подрядчиками наблюдают квартальные. Они потом составят отчет о выполненных работах и направят его жителю, от которого поступила жалоба. Нам тоже легче с этим работать, так как город большой, имущественные комплексы тоже большие, и где-то можно что-то не увидеть. Самые популярные сообщения о ямах и брошенных автомобилях. Только за прошлую неделю их поступило больше 20. Все в разработке. На прямой связи с администрацией уже 4,5 тысячи горожан. Столько зарегистрировались на портале и решают с помощью него городские проблемы. Александр Гришаков, Дмитрий Кондратенко, Тюменское время. На каких дорогах города могут возникнуть затруднения в среду, автомобилистам подскажет наш теленавигатор. Не планируйте свой путь по улице Евгения Богдановича. В районе Суходольская она временно закрыта на капитальный ремонт. Дорожные работы идут и на улице Широтная. От проезда 9 мая и до развязки на Мельникайте техника занимает правые и средние ряды. Будьте аккуратны на 50 лет в ЛКСМ от Пермякова до Новаторов. Из-за проверки сетей в левом ряду открытые канализационные люки. А вот на 30 лет победы от монтажников до моторостроителей будут укладывать асфальт в межквартальных проездах. Будьте внимательны и удачи вам в пути. Удача улыбнулась и герою следующего сюжета. Он стал обладателем автомобиля итальянской марки. Оказалось, это еще и подарок к празднику – Дню строителя. Со счастливчиком познакомилась Ольга Коренева. Закрывай глаза. Тишину, вообще тишину сейчас. Слышно даже. Это на моя прелесть. Купи инструмент от 3000 рублей и ты потенциальный владелец нового Фиата. В течение года покупки сопровождались специальными купонами. Те, кто не успел ничего приобрести, зарабатывали право на участие в розыгрыше прямо на празднике. Разыграли и другое оборудование. Мотокосу, бензопилу, чудо-колун, комплекты инструментов. Один набор в прямом смысле ушел с молотка. Все это – подарки торгового центра ко Дню строителя. Мы желаем вам успехов в вашем нелегком, сложном, но очень нужном деле. Это мероприятие для нас традиционное. Начиная с 2005 года мы в День строителя разыгрываем автомобиль. И много других ценных призов. Призы подбирались со знанием строительных требований. Все сотрудники – профессионалы. Они проходят специальное обучение, а позже делают неплохую карьеру. Четыре года назад я пришел в компанию в роли продавца-консультанта. А сейчас являюсь директором магазина и директором магазинов сети города Кемене. Но уж кому действительно в этот день подфартило, так это Владимиру Усольцеву. Не так давно купил пару инструментов в молотке. И вот новое авто. Думал, просто схожу, может, хотя бы шуруповерт или стремянку выиграть. Сейчас очень рад. Аж коленки трясутся немного. Но с трудом, конечно, верится. Как использовать свой приз Владимир уже знает. Будет теперь на чем ездить и инструменты к отцу на стройку возить. Ольга Коренева, Максим Плюхин. Тюменское время. Абитуриенты ликуют. В этом году во многих российских вузах был снижен проходной балл. Но, несмотря на это, ЕГЭ многие сдали хуже, чем когда-либо. Да и студентов оказалось меньше обычного. Сказался демографический спад конца 90-х. Вот только тюменские вузы такая ситуация не коснулась. Тему продолжит Юлия Сауляк. Владимира Межакова смело можно назвать самым целеустремленным абитуриентом. Чтобы поступить в медакадемию, одни и те же экзамены он сдавал несколько раз. Не хватало всего десятка баллов. Впрочем, три года попыток зря не прошли. За это время юноша закончил медицинский колледж и даже стал волонтером. Штурмовал интернет. Смотрел каждый день с нетерпением. Потом, в конце концов, 28-го числа июля я увидел себя в списке. Увидел, что я поступил. Ну, конечно, радости не было предела. Конкурс большой. Тюменская медакадемия начала принимать абитуриентов по программе квот из других государств. Двое из них – это ближние зарубежья Таджикистан и Туркменистан. И один абитуриент будет из Франции. Наш вуз выбирают не случайно. В Тюмени хорошая медицинская база. В этом году даже в нейрохирургическом центре открывается новая кафедра. У тюменских докторов есть чему поучиться. Никита Небылицын за ценным опытом приехал из Нижневартовска. Я участвовал в Олимпиаде, во втором туре Олимпиады по химии на базе Тюменской медицинской академии. Был в этом вузе уже, общался с некоторыми учителями. Это умные, интересные люди. Поэтому я решил учиться здесь. В отличие от ряда российских вузов, в Тюменской медакадемии проходной балл в этом году не снижали. Он самый высокий по региону. Новые образовательные стандарты требуют сильной базовой подготовки. Увеличивается количество дисциплин изучаемых, глубина изучения этих дисциплин. И студенты, поступившие в академию, более рано начнут заниматься лечебной работой. В самый большой факультет по-прежнему лечебное дело терапевтов набрали почти четыре сотни. Некоторым студентам, поступившим в медакадемию, придется учиться на два года больше, чем остальным. Те, кто выберут узкие специальности после шестилетнего обучения, отправятся в ординатору. На потребности практического здравоохранения ориентирован основной набор больше половины бюджетных мест целевые. Количество бюджетных студентов в этом году больше на 100 человек. То есть, в Министерстве здравоохранения был проведен анализ потребностей врача. И поэтому было дано такое количество бюджетных мест. Будущие врачи сядут за парты 1 сентября. Их будет более восьми сотен. Юлия Сауляк, Алексей Красных, Тюменское время. Сентябрь станет жаркой порой не только для новоиспеченных студентов, но и для тюменских аграриев. Дождливое и не очень теплое лето сместило сроки созревания хлебов на 10-15 дней. И пик уборочной придется, скорее всего, на первый осенний месяц. Впрочем, в трех районах области страда уже началась. В Абадском, Упоровском и Тюменском приступили к уборке озимой ржи и пшеницы. Первые цифры, которые мы имеем, говорят о том, что урожай выше, чем зонологичный период прошлых лет. Будем надеяться, что вот эти результаты способны будут накормить не только Тюменскую область, большую Тюменскую область, но и поможем, конечно же, в целом россиянам нашим качественным, натуральным, свежим продуктам. По прогнозам аграриев, неплохие результаты должна показать и уборка яровых. В хозяйствах уже все готово для ее проведения. Более 90% комбайнов выйдут в поля по первому сигналу. Ну а если зерно пойдет повышенной влажности, будет запущен сушильно-сортировальный комплекс. Кстати, многие диетологи считают хлеб лучшим продуктом для похудения. Ведь он регулирует уровень серотонина, управляющий чувством голода и насыщения. Такая хлебная диета решает проблемы, из-за которых организм накапливает жир, а не снижает его. И исправляет биологический дисбаланс, который затрудняет снижение веса. Но клиенты центра доктора Гаврилова доказывают, чтобы держать себя в форме, никакие диеты не нужны. Своим опытом к нам пришла поделиться Лариса Краснова. Лариса Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите, благодаря чему вам удается держать себя в форме? Ну, наверное, благодаря правильному питанию, дробному, так скажем. И благодаря, наверное, физическим нагрузкам и физическим упражнениям, которые я каждое утро делаю. Но у меня особые упражнения. То есть на дыхание и на, ну так скажем, на маленькую энергетику, которая именно для меня. То есть, я так понимаю, диеты никакие не нужны абсолютно? Нет, абсолютно. Это даже противопоказано. Как сегодня выглядит ваша методика питания? Как вы питаетесь? Питаюсь как? Ну, обыкновенно, наверное, через каждые 3-4 часа. Это постоянно. В баночке я укладываю свой рацион на сутки практически. Потому что бывает у меня и не только 8 часов работаю, но и бывает, что я где-то в гостях, куда-то иду, обязательно с собой баночку беру. Скажите, вот на фото, что вы принесли, какой у вас вес и каких результатов уже удалось добиться вам? Ну, самый-самый первый вес у меня был 97. Это тогда я только задумалась о том, что нужно уже сбавлять вес. Потому что была нагрузка очень большая на ноги. Но это здоровье конкретно пошатнулось, потому что и отдышка появилась. И вообще это очень тяжело было. И брюки по швам уже начали трещать. Вообще это, наверное, и с годами, и со стрессом связано. Потому что люди иногда в такой суете не думают о себе. Вообще не думают. Заходят в магазин, берут то-то, ну, так скажем, мусорную еду, которую я считаю сейчас, вот на данный момент. Поэтому нужно, приходя в магазин, смотреть, что брать. Но вот что касается магазинов, все ли сегодня можно кушать? На данный момент я кушаю все, кроме вот колбасы, сосисок, вот этих всех вот, которые... Это ваше пожелание или это все-таки... Это пожелание мое. Но вообще, ну, конечно, кто-то без колбасы не может. Это уж его никак не ограничить. Но, по крайней мере, поменьше есть вот это и все. Ну, ограничивать совсем в чем-то себя не нужно? Нет, абсолютно нет. Я также могу тортик покушать, кусочек тортика. Я также могу конфеты съесть. Я все могу кушать. Но только в меру. И маленькими дозами, допустим. Потеряв ненужный вес, что приобрели? Как жизнь повлиялась? Что я приобрела? Вы знаете, когда я первый раз начала носить вот этот 54-56 размер, это для меня вообще было обалденно. Не очень хорошо, не очень удобно, не очень уютно было. Идешь как колобочек такой, еще кофточку оденешь, там вообще в курточке как колобок целый. Как говорят, когда даже килограмм потерянный, это, знаете, наверное, вот годик, наверное, прибавляется. В ощущение внутреннее. Да, в обратную сторону. Легкость появилась, очень такая легкость появилась. И, как правило, на работе, да, мы это сильно стали замечать, что была такая, стало уже поменьше. Ну и внимание, да, чисто по женске даже. Ну, внимание, да, со стороны я не обделена этим. Что ж, спасибо вам большое за пример. Я вам желаю удачи и новых результатов. Спасибо. До свидания. До свидания. Присоединиться к клубу стройных при желании может каждый. Ваших звонков ждут по телефону 612-008. Следующая группа начинает свои занятия уже 14 августа. Как раз сейчас действует специальная акция. И к другим темам. В Тюмени начали замену уличных указателей. Таблички с названиями переименованных улиц и переулков первыми появились в Ленинском округе. На территории бывшей деревни Матмасы. Демонтаж старых рабочие начали еще неделю назад. В общей сложности в новом районе города прописку сменят жильцы 170 домов. Большинство из них теперь будут зарегистрированы на улице Пражской. Городским жителям это стоить ничего не будет. Это делается все за счет следствия бюджета. Если не секрет, в какую сумму? Сумма контракта 190 тысяч рублей. Напомним, что областной закон о присоединении к Тюмени 19 деревень был принят еще в декабре 2013 года. Все это время жители города определялись с новыми названиями более чем 90 улиц. Завершить процесс идентификации планируется к концу календарного лета. Современная городская инфраструктура, зеленые насаждения, тишина и свежий воздух. Казалось бы, эти вещи несовместимы. Но один из тюменских застройщиков нашел способ сделать жизнь своих жильцов именно такой. По-новому микрорайону прогулялись и мои коллеги. Эти дома введены в эксплуатацию меньше месяца назад, а уже заселены более чем наполовину. Нарядные фасады зданий – лишь малая часть того, что сразу вызывает позитивные эмоции. Вследствие развития этого микрорайона будет вся инфраструктура, рядом все школы, поликлиника. То есть все замечательно для того, чтобы люди жили здесь, особенно те, кто приезжает с севера, пожив в тяжелых, суровых условиях. Больше половины жильцов – северяне. Выбирают район из-за зелени и тишины, а дома – из-за грамотной планировки. Во-первых, кирпичная застройка. В общем, поэтому получается дома теплые, хорошие. Плюс газовая котельная, крышные установки, то бишь затопление, уже коммунальные услуги намного дешевле. Плюс двор. Ководу в эксплуатацию готовятся еще два девятиэтажных дома. Их планируют сдать с опережением сроков строительства в начале 2015-го. Отличительной чертой все-таки являются это витражное остекление, подъемники, электроподъемники для инвалидов, количество квартир на площадке, по четыре квартиры на площадке, две из них однокомнатные, две из них двухкомнатные квартиры. Привлекательны и условия ипотечного кредитования, на которых можно приобрести жилье. Действуют специальные условия, минимальная ставка 12,15, при сумме от 2 миллионов. Полную консультацию можно получить в любом отделении банка. Сейчас компания Сибинвест продает квартиры с улучшенной черновой отделкой, но в дальнейших проектах предложат и чистовую по принципу «заходи и живи». Ольга Коренева, Павел Михайловский, Тюменское время. На этом у меня все. Дарите друг другу больше тепла и только хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok